Здравствуйте, это канал Максимадзе, и давным-давно уже не было рассуждалочки, то есть будете ли вы нажимать кнопку. Ну и как всегда, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, я отвечу на вопросы подписчиков. И собственно говоря, я вижу только от одного человека, от Макса, 10 дилеммы снова. Собственно говоря, дилеммы со временем буду менять и добавлять. На риск. Первое. Ты и еще 14 твоих друзей отправятся на прекрасный отдых, о котором можно только мечтать. Вы летаете на большом корабле площадью 100 квадратных метров. В корабле кто-то из вас пилот и знает, как управлять кораблем. С момента взлета вы прибудете на место отдыха через 3 часа, и вы там заработаете 10 миллионов рублей. Но один из твоих друзей не настоящий, он тайный убийца, убивает одиночных целей. Когда находится труп в совещании, люди думают, что кто бы мог совершить преступление путем голосования и общения. Человек, набравший вождь всего голосов падает с корабля. Нет, слушайте, я даже не буду дочитывать до конца, я сразу говорю нет, ну потому что, поверьте, ребята, оно не стоит того. Я даже не буду долго это обсуждать. Второе. Каждый день с шансом 99% случается что-то хорошее, и с шансом 1% случается что-то плохое. Но каждый день шанс неудач увеличивается на 1%, пока не станет 50%. Ну, в принципе, 99% это почти 100%. Это прям вообще, я чувствую неудача очень-очень нескоро произойдет, я согласен, я говорю здесь да. И этот цикл неудач будет увеличиваться очень медленно, мне кажется, годами. 75% что мир превратится в рай, условно. Но 25% что мир превратится в ада. Не знаю, я даже... Пусть будет как есть, я ничего не могу тут говорить. Как-то... Рискованно все равно. 25% это тоже не так мало. Наверное, я лучше скажу, на всякий случай нет. Четвертое. Ты имеешь полный иммунитет ко всем болезням и заболеваниям, но шанс физической травмы увеличивается в 3 раза. От мизинца, а в тумбочку до аварии на транспорте... А, нет, нет, нет. Тоже, пожалуй, нет. Электролюди и так могут получить почти полный иммунитет ко всем болезням и заболеваниям. Но... Ко мне это, конечно, вообще не относится, но... Шанс физической травмы в 3 раза, это слишком уж как-то лучше не надо. Это можно просто упасть с лестницы и уже разбиться и умереть. Это тогда не надо. На умение пользоваться. Ты бегаешь в 2 раза быстрее, но ты ходишь пешком в 2 раза медленнее. Да я не знаю, даже мне и так скорости бега и скорости пешком хватает. Как-то я не знаю даже. Да, меня и так устраивает, нет. Второе. Ты можешь принимать облик любого человека в мире и голос тоже. Вот это было бы интересно. Но после каждого превращения обратно в свое тело, часть внешности от человека, которого ты превратишься, останется в себе навсегда только в твоем истинном теле. Теле. А что тут имеется в виду под частью внешности? Я останусь самим собой, но у меня останется лицо того, кем я только что был. Или может рука останется такой же навсегда. И вот каждый раз, если вот каждый раз, ты уже не станешь совершенно таким, каким ты был сам собой. Короче, я даже не знаю, я думаю, лучше нет. Ну и третье. Весь мир в твоих руках можешь управлять и менять мысли людей, а сам ты вышел из физического мира. Управляй мыслями любого человека и решай, что будет с миром. То есть ты становишься богом. Но нужно действовать осторожно, чтобы не сломать этот мир. Ну, смотря какой мир еще. В принципе... В любом случае тут придется действовать осторожно, чтобы не сломать мир. Это понятное дело. Так что я согласен. Я согласен. Тут говорю да. Ну что ж, а теперь приходим к игре. Первое. Что у нас? И в конце, конечно же, будет три дилеммы от меня. Первое. Вас ждет эпическое приключение, но это никогда не закончится. Не, ну знаете, отдыхать тоже, конечно, надо. Эпические приключения это классно, но отдыхать надо тоже. Это я даже не знаю. Отдыхать надо все-таки иногда, хотя... Эпические приключения это классно, но чтобы они были без отдыха, я даже не знаю. Вы можете узнать, существуют ли инопланетяне где-либо во Вселенной, но они также узнают о вас. Да-да, мне пофигу вообще, вот на самом деле, есть ли жизнь на других планетах. Мы все вот живем на Земле, нам хорошо. Инопланетяне, как инопланетяне вообще влияют на нас? Чего они нам сделают? Можно ли нам с ними подружиться? Я не знаю. Ну, неужели это прям так интересно? Некоторые говорят, что тут нажатие привести может к умиранию людей. Я даже не знаю, я просто нажму нет, потому что мне это не интересно, в принципе. Меня это даже не интересует. Ну, разве что вот узнаешь, что есть жизнь на других планетах, тебе там бабок целую кучу заплатят, известным станешь. Ну, я не знаю. Чего-то я даже не знаю. Нет. Следующее. Вы будете получать тысячу долларов за каждое воскресенье, когда ходите в церковь, но вы должны начинать каждое предложение со слов «Боже мой». Да какая проблема? Вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Просто надо разок сказать «Боже мой». Это вообще не проблема. Я нажимаю «Да». Ребята, это вообще не проблема. А, или подождите, или тут что-то другое имелось в виду. Ну-ка, подожди, давайте на английском посмотрим. О май гад. Ну, а тут... Я не знаю, что люди видят в этом плохого, я не вижу ничего в этом плохого, я не знаю. Понятно. Короче, ясно все. Я не знаю, что люди видят плохого в том, что сказать «Боже мой, ну что в этом плохого, и что в этом сложного-то?» Если вы понимаете, почему люди так больше отрицательного думают, поэтому пишите в комментах. Спасите кого угодно от края пропасти, но на их месте умирает случайный человек. То есть, это что получается? А на их месте-то где на их месте? Что тут имеется в виду на их месте? Ну-ка. Ничего не понял, если честно. От края пропасти я кого-то спасаю. А мне надо кого-то спасти от края пропасти? Кто... Кто что делает на краю пропасти? Кто-то самоубийца собирается, что ли, или что? Я нифига не понимаю этого вопроса тоже. Ну и в конце концов умирает случайный человек. Ну я... Мне некого спасать от края пропасти. Вот серьезно. Так что я просто нажму «нет» и все. Даже ничего не буду обсуждать. Твиттер полон здоровых людей. У нас в России, кстати, нету. Твиттера его заблокировали. Но Reddit слицают с лица земли. Вот я ни тем, ни тем не пользуюсь. Мне пофигу, я нажимаю просто «нет». Breaking Bad... А, во все тяжкие возвращается для очередного показа, но ходящие метверцы немедленно отменяются. Ни того, ни того не смотрел, ни того, ни того не знаю. Тоже нажимаю «нет». Короче, видимо, этот выпуск будет тем, что... Я нажимаю «нет», потому что не знаю. Вы можете заняться сексом любым человеком, который заходите, но вы должны делать это в миссионерской позе с единственной целью продолжения рода. Ну, как бы, лично я считаю, что делать это нужно для того, чтобы продолжать род. Но, мне кажется, не надо это делать с любым человеком, которому ты сам захочешь. Тут нужно взаимное согласие. И вообще, я считаю, что надо сначала жениться, а уже потом рожать детей. Я как-то... А в миссионерской позе я даже не знаю, что это вообще значит. Опять же, не знаю, нажимать не буду. Вы можете прочитать любую книгу, когда-либо написанную. Но вы должны сжечь каждую книгу после того, как прочитали ее. То есть, это получается... А что мне мешает прочитать и так прочитать любую книгу, когда мне это написано? Типа, я могу нажать кнопку, и мне дадут эту любую самую книгу. Но, а как бы ничего, что... Вообще, я сам не любитель читать книги особенно. Я люблю смотреть мультики или фильмы, где это лучше проясняется. Ну, вот я нажму кнопку, и мне дадут как бы любую книгу. Когда я ее прочитаю, мне ее просто нужно сжечь. Ну, как бы, это же не значит, что у этой книги наверняка существует миллионы экземпляров других. Просто вообще никаких проблем. Я могу просто заказать еще... А, нет, я же не смогу ее заказать. Только если не читать. Короче говоря, в принципе, я не вижу ничего плохого в этом. Я нажимаю «Да». У этой книги, по-любому, экземпляры еще должны быть какие-то. Я нажимаю «Да», и ничего не вижу в этом плохого. Вы можете контролировать свой разум, но это только ваш разум. Ну, вообще-то, человек и так контролирует свой разум. У человека свой разум, который он сам контролирует. Разум контролирует разум, вообще, между прочим. Либо тут имеется в виду то, что человек какой-то... Вот выходишь из себя, ты там с ума сошел. И вот это, если я нажму кнопку, то это как бы вылечивает меня. Я могу держать эмоции при себе и контролировать себя. Вот, 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 правильно человек пишет. И это тоже... Вот это тоже человек правильно пишет. Короче, это классное... Вот, это плюсовая исключительно способность. Я нажимаю «Да», вообще без всяких сомнений. Это может избавить вас от депрессии. Это может избавить вас от психопатства и так далее. Вам платят 10 миллионов долларов за то, что вы прошли один год невероятно интенсивной подготовки к бою, выживанию и обращению с оружием. Но раз в месяц, в течение следующих 10 лет, случайно выбранное мировое правительство будет посылать убийцу, чтобы попытаться убить вас. Да пошли они нафиг. Я не готов вот такую подготовку интенсивную проходить. Мне... И нафига мне еще убийцу? И тем более раз в месяц, в течение 10 лет. Вот, в каждом году 12 месяцев. 12 умножаем на 10. 120. 120 убийц ко мне будет подослано. Извините, я не согласен. Пошло ну нафиг. У вас есть все деньги мира, но вы получаете пощечину каждый раз, когда тратите деньги. Ну, смотри, какую пощечину. Если вот так... А, блин, даже самому сейчас больно было. То, извините, я не согласен. Я не готов постоянно терпеть вот такие издевательства на собой. Если вот так, то это еще ладно. Но если вот так... Извините, я не согласен. Ай, блин, зачем я это делаю, короче, на видео? Нет, я не буду. Блин, что-то большинство людей со мной не согласны. Вы получаете бесплатные перелеты первым... А от кого? Кстати, предыдущий вопрос. А пощечину я буду получать? От кого? От того, кому я деньги буду перечислять? То есть я вот... То есть я вот... То есть я, получается, вот расплачусь в магазине, мне продавщица пробьет товар и пощечину не даст. А как-то это будет действовать то, что... Если вот я через телефон там перечисляю куда-то деньги, мне кто-то тогда пощечину даст. Может быть, прибудет какой-нибудь бог такой заявится и... Бумс. Я не знаю. Что это за бог тогда, я не знаю. Так, ладно. Следующий вопрос. Вы получаете бесплатные перелеты первым классом в любую точку, в любое время. Но во время полета вы должны быть первым классом. Ну, в самолете тут имеется в виду явно. Ну, тут как бы не говорится, что я... При этом... Меня при этом никто не увидит и никто меня за это не будет стыдить. Тут, конечно, явно имеется в виду, что никто меня не выгонит за это. Но, извините, я не хочу позориться перед людьми. Нижняя сторона... Да. Меня никто не записывает. Ну, вот про то, что записывать и записывать, никто об этом не говорит. Короче, я точно не буду. Это вообще странный какой-то вопрос. Даже не буду ничего особо обсуждать. Вы можете летать когда угодно и куда угодно опять. Но когда вы приземляетесь, вам кажется, что вы наступаете на тонны лего. Голыми ногами, в смысле, наступаю на тонны лего. Или я в ботинках? В ботинках-то я как буду это чувствовать? И еще зависит от того, сколько мне будет это казаться. Сколько времени. Если там пару секунд, пожалуйста, никаких проблем. Всегда причиняло боль. Что-то я не знаю даже. Но мне, с другой стороны, мне же не обязательно постоянно летать. Постоянно летать, куда-то приземляться. В принципе, это можно использовать в редких каких-то случаях. Ну, раз почувствовал немного боль, перетерпеть можно. Мужик ведь, а не лягушка какая-то. Я, в принципе, соглашаюсь и большая часть людей согласна. Вы получаете бесплатный автомобиль на ваш выбор, вымышленный или реальный. Полиция всегда будет преследовать вас, как только увидит... Да блин, ну что это за... Ну, это, считайте... То же самое можно сделать и в реальной жизни. Просто угнать любую машину, которая тебе понравится. Тебя будет преследовать полиция. Потому что машина числится в угоне. Разве что ты не получишь вымышленную машину. Но я не преступник. Мне полиция не нужна. Я отказываюсь. То это только в GTA. Да и то и в GTA я предпочитаю обходиться без полиции. Которая не отвлекает... Которая отвлекает меня от других дел. Там. Вы можете заглянуть в будущее, но никогда не сможете думать о прошлом. Нет, мне о прошлом думать надо обязательно. Прошлое не только для ностальгии. Там еще есть много чего, что важно будет в твоей жизни. Там в прошлом навыки все твои живут. Которые ты изучил и познал. Ну а в будущее мне что заглядывать? А вдруг это будущее будет плохим и я буду в депрессии? Нет, я отказываюсь. Прошлое оно поважнее, мне кажется, даже, чем... Все женщины в мире совершат любые сексуальные действия, которые вам заблагорассудятся. Все женщины в мире... Нет, это точно не по мне. Я даже не буду это обсуждать. И 79% людей согласны со мной. Я сама девушка, я гетеросексуалок, просто нажал на кнопку, чтобы быть единственной, кто милый. Может оно и правильно, да. Идеальный партнер теперь живет с вами. Вы оба очень нежные друг к другу. Вы оба чрезвычайно честны и доверчивы. Вы оба готовы усердно работать, чтобы отношения работали. Короче, жить вместе как нормальная идеальная семья. Но ваши родители не одобряют этого человека, и что бы вы ни делали, они никогда не одобрят. Они не будут пытаться остановить его, а будут только критиковать и оскорблять вас. Ну, во-первых, смотря для какого человека. Если человеку пофигу на своих родителей, типа, ваше мнение меня не интересует, я уже взрослый, и имею на это право, то этому человеку подходит. Мне не подходит. Мне надо, чтобы мои родители и вообще члены моей семьи тоже одобряли этого человека. Иначе семейная жизнь вряд ли уж сложится нормально. Я не буду. То есть, 70% людей их хрен забили на своих родителей, на своих там других членов семьи. Они готовы свалить с этой девушкой своей, ну или парнем, если это девушка. Просто в закат и забыть о них. Нет, я не из таких людей, к сожалению. Вы получаете суперсилу для Control Z в своей жизни. Но это конечное количество раз, и вы понятия не имеете, сколько. Я вообще не понял этого вопроса опять. Control Z это, по-моему, скопировать. А Control V вставить. Control Z, ну это, видимо, скопировать. Или Control C, я не помню. Я не помню, что такое Control Z. Ну-ка, давайте. Тут будет что-то написано. Нет, копировать это Control C, а Control Z это что? Хрену, знаю. То, что не знаешь, не подписывай. Я просто даже не знаю. Вы получаете рентгеновское зрение, но вы не можете его отключить. Ну, у меня глаза начнут болеть. Я не знаю. Нет, слушайте, меня это не устраивает. Было бы можно отключить, тогда я бы с радостью посогласился. Если нет, то это что? Я органы человеческие буду видеть постоянно? Или то, что у человека под одеждой находится, или я буду смотреть, что внутри шкафов находится. Нет, слушайте, ну это надоест очень быстро, и я не могу. Вы можете рисовать вещи именно так, как они выглядят в вашем воображении, но вы никогда не сможете заработать на этом. Да там мне пофигу, да там мне пофигу, слушайте. Главное, что тут не говорится, что это мне известности придесет. И основным данным художником мне слава прилетит. В моем воображении, в принципе, может нормально представлять. А если я буду выглядеть, рисовать вещи именно так, значит я буду рисовать так же красиво. Я реально могу хорошие картины рисовать, по сути. И с другой стороны, это реально, может даже фильм помогло бы создать. Вот ты можешь представлять каких-нибудь там персонажей или локации, как бы они выглядели в вашем воображении, и нарисовать. Причем тут не говорится, что именно на бумаге, а можно в компьютере, там компьютерной графике. Ну это, короче, это классно, я безусловно нажимаю, да, мне нравится. Мне это подходит, очень даже подходит, а на деньги. Деньги, на деньги будем другими способами зарабатывать. Мир становится утопией, свободной от насилия, болезни, ненависти и невежества. Но вы должны пожертвовать любовью человека, которому заботитесь больше всего. В каком смысле любовью человека? Я просто должен перестать любить его? Я даже не знаю, о ком я забочусь больше всего. О каком конкретном человеке я забочусь больше всего, я не знаю даже. Но другой стороны, мир становится утопией. Я даже, ну я что-то даже не знаю. Давайте я нажму да и посмотрим. Сложный вопрос, надо было все-таки нет нажимать. Вы становитесь известным серфером, но кошки нападают на вас при первом же взгляде. Да нет, нет, мне это не интересно, я даже обсуждать эту тему не буду. О, ну зачем мне быть известным серфером? Это не мой вид спорта. А вы получаете 1 миллион долларов, но каждый месяц до конца жизни вы должны идти в ближайшую библиотеку и начинать кричать, пока вас не вышвырнут в блин, что мне каждый месяц до конца жизни это делать? Ну блин, ты не будешь чувствовать кайфа в этих деньгах, вот если честно. Это продажный, продажным тебя сделает в каком-то смысле. Я тоже от этого отказываюсь, мне это не интересно. А нет, много человек все-таки согласны. У вас идеальное зрение настолько сильное, что оно приближается к ближайшему, к ближнему рентгеновскому прицелу. Но вы должны вырезать свой... пошли нафиг, даже не буду досчитывать, нет. Вы понравитесь всем, но никто не будет любить вас. Какой-то вообще странный вопрос. При этом, первая сторона это то, что я нравлюсь всем, но вторая сторона это то, что я не нравлюсь в итоге всем. Это очень какой-то странный вопрос, я не могу ничего тут ответить, пропускаемого. У вас может быть любая суперсила или несколько суперспособностей. Правительство и СМИ навешивают на вас ярлык суперзлодея, и ничто из того, что вы говорите и делаете, не меняет общественного мнения о вас. Лучше быть уважаемым или просто таким ноунеймом для правительства, чем мы суперзлодеем для них, не авторитетной личности. Я тоже отменяю это дело. С другой стороны, это подойдет такому человеку, которому как бы плевать на весь мир, и он готов бразды правления принять. Вот любая суперсила, несколько суперспособностей, которые можно контролировать мир, ну и реально вас будут считать суперзлодеем, но кто вам что сможет сделать? Но лично я не из этих людей. Вы будете бессмертны, но все будут вас ненавидеть. Да нет уж. Нет, 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 нет. Это... Ты будешь просто не авторитетным человеком, который из-за этого будет депрессией страдать, и будет бесконечно при этом жить и страдать. Нет, нет, нет. Я не считаю это хорошим. Ты становишься богом, но человек, которого вы любите больше всего, становится дьяволом. Я даже не знаю. Опять же, нет, во всякий случай. Лучше уж пусть будет так, как есть. У вас есть лекарство от пандемии, но лекарство должно быть получено человеку, которого вы любите больше всего, и процесс убьет его. Опять же, опять мне предлагают кем-то жертвовать ради процветания мира. Нет. Я не знаю, я не готов к такому. Во всем мире будет мир и единство. Опять. Но это вызвано общим врагом вами. Мир не остановится ни перед чем, чтобы заставить вас страдать, они не дадут вам умереть. Умереть вы не должны, но будут заставлять вас страдать. Нет. Опять же, не согласен. Избавьте мир от депрессии. Почему вопросы однообразные такие все время, в последнее время? Ну, блин, это же неинтересно как-то даже. Вы теряете вес и получаете 5000 долларов за каждый потерянный фунт. Но грязные носки нужно будет... Ой, господи, нет. Короче, ребята, хватит с этими вопросами уже на сегодня. И предлагаю перейти к уже моим дилеммам. Итак, как всегда, три дилеммы, на которые вы дадите свой ответ в комментариях. Я, правда, вторую дилемму случайно создал два раза. Удалить, сожалению, нельзя. Но вот первая дилемма. Вы начинаете получать пенсию в два раза раньше, чем вам положено. Ну, то есть, вот сейчас какой пенсионный возраст у мужчин? 65 лет. А вы получите ее в 30 с чем-то лет. Там, в 33 года может начнете получать. Но до этого вам придется очень-очень-очень много работать и вообще почти всю жизнь не отдыхать. Всю жизнь имеется в виду до того, как вы начнете получать пенсию. Вот, пишите свой ответ в комментах. Лично я даже не знаю. Сложно тут мне решить было бы. Второй вопрос. Если вы нажмете на кнопку, то вам сегодня точно повезет. Но через неделю вам точно не повезет. Совершенно точно. Это... Также пишите свой ответ в комментах. Мнения будут расходиться. Это подойдет в том случае, мне кажется, если... Какой-то момент, где ты хочешь, чтобы тебе повезло. И нужно в этот момент нажать эту кнопку, чтобы тебе повезло. Но через неделю вам в чем-то другом не повезет. Если это что-то другое, менее такое интересное для тебя, то пофигу. В принципе, я бы мог согласиться. А если бы... А если это вот, например, у меня с девушкой какое-нибудь свидание, с которой я точно бы хотел дружить, встречаться и так далее. И мне с ней повезет. Но через неделю она мне изменяет или отказывает мне. Вот в этом случае мне бы тогда не устроило. Ну и третий вопрос. Вы получаете работу своей мечты. Но если вы там допустите хотя бы одну ошибку, то вы потеряете эту работу. Эту дилемму я, так сказать, придумал из своего опыта недавнего. Я пытался недавно устроиться в Вайлдберрис. И два раза там постажировался. И меня после второй же стажировки оттуда исключили. Ну как исключили? Больше не стали приглашать меня на стажировку. В Вайлдберрис тот просто очень загруженный был. И ошибки практически там были неизбежны. Вот я на второй стажировке там облажался. Случайно пробил клиентам товары. Которые они на возврат положили. Стоимостью больше 5000 рублей. А я поскольку стажер, я ничего не должен. Должны сотрудники именно сами расплачиваться. Ну они там конечно какую-то техподдержку написали в Вайлдберрис. Это может там все решится. Но тем не менее, после этого меня больше не приглашали на стажировку. Вот собственно здесь я не могу назвать Вайлдберрис работой своей мечты. Я просто хотел с чего-то начать. Но вот в этом случае я говорю здесь о работе своей мечты. Вот в этом вопросе. Ну что ж дорогие друзья. На сегодня все. Если у вас есть свои предложения ко мне или там дилеммы. То пишите в комментах. И именно под этим роликом. Именно под этим роликом. Чтобы я не потерял ваши вопросы. Подписывайтесь на мой стримовский. Ой это влоговый канал. Стримовского нет уже ведь. Вступайте в группу ВКонтакте. Канал в Зене на всякий случай тоже. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok